Собчак, ее вызвали на очную ставку, она приезжала на допрос в МВД в Москве. Вот мы можем показать эти кадры, когда Ксения Анатольевна приехала и выходит как раз эти кадры и садится в свою машину и уезжает от здания полиции. Допрос состоялся, пока еще таких вот подробностей, о чем говорила, что говорила в прессе нет, но у нас есть набор комментариев. То есть то, что говорят люди, которые пострадали от всего этого ужаса, бывший муж, погибший в ДТП с Ксенией Собчак, женщиной Антон Тарасов, рассказывает Арти, как его 7-летняя дочь восприняла трагедию. Давайте поставим. Пошли в школу, потому что я просто подумал, что не дай бог, если кто-то ей сообщит, кто-нибудь посторонний. Так, сейчас со звуком решат проблему. Давайте поставим. Вчера мы не пошли в школу, потому что я просто подумал, что не дай бог, если кто-то ей сообщит, ну, кто-нибудь посторонний. Соответственно, у нас вчера был разговор, я ей все объяснил, у нас был разговор в формате диалога. Ну, естественно, я считаю, мне удалось как-то ей подобрать более-менее правильные слова. Маша, я уже вчера говорил где-то, что она очень сильно похожа на маму, у нее сильный характер, и она стойко выдерживает, да, она 30 минут примерно висела на мне и плакала, конечно. И плакала, ну, не так, как дети, знаете, плачут, когда там ударятся или еще что-то. Но, я думаю, все-таки люди понимают, что дети в этом возрасте, они сразу не могут принять такую трагедию. И, естественно, будут прерывать ее еще долгие-долгие годы. Поэтому, этот разговор, наверное, был просто первый, чтобы просто обозначить, а разговаривать еще, конечно, придется миллион раз. Вот, в школу, да, мы сегодня пошли в школу, у нас, ну, как сказать, обычная жизнь, как она и была, с Катей. То есть, ничего у нас, с точки зрения, вот, графика ребенка не поменялась, она точно так же ходит на кружки. Ну, сегодня мы пошли в школу, так же, вот, ну, естественно, я, со своей стороны, пытаюсь ее сейчас занять максимально, конечно, ни на метр от нее не отхожу. А она чем занимается в кружках? Спорт или музыка? Маша у нас занимается всем подряд. Она и танцует, и поет, и в бассейне она плаванием занимается, и в большой теннис она играет, и рисует. Вот, да, ну, здесь надо отдать должное Кате, потому что Катя, конечно, внимательно за этим следила и с детства самого раньше. Это настоящая трагедия, это настоящая трагедия, которая пришла в семьи, и также Антон Тарасов рассказывает, что представитель Собчак предлагал любую помощь семье, но он от нее отказался. Ксения Анатольевна, подскажите, а правда, что вот Ксения Анатольевна или ее представители связывались с вами по поводу вот случившего? Правда, да, представитель связывался, правда. А что конкретно предлагали, если не секрет, и принимали ли вы? Любую помощь, любую помощь предлагали. Вы отказались, я так понимаю, да? На сегодняшний день, вот, ну, мы сейчас занимаемся, да, вопросами похорон, ребенком, там, нашими, там, ну, скажем, назовем их бытовыми вопросами, и личными вопросами, и вопросами, там, семейного характера. Как бы, нам никакая помощь не нужна. Мы благополучная семья, мы похороним нашу маму с достоинством, с почестями. Дело в том, что, ну, моей дочке ей всего лишь 7 лет, и мы с ней рассчитываем на долгую и счастливую жизнь. И что будет происходить в этой жизни, и какие, какая помощь нам, может, на каком-то этапе понадобиться, я даже представить не могу. Вот, на сегодняшний день, ну, как бы, естественно, мы ни от кого не принимали никакую помощь. Ну, я сейчас говорю про себя, да, то есть конкретно я, но, имеется в виду, вот, там, представители сообщества, конечно, но это не значит, что нам никто не помогает. Нам, конечно, помогают машины учителя, нам помогают наши близкие самые родственники, нам, ну, я не один. Вот так, вот так это все происходит, и когда стали разбираться, ну, по поводу водителя тут возникало очень много вопросов, кто, что, как, потому что были кадры, когда он убегал от журналистов, выходя из допросов. Ну, вот Ран-ТВ дозванивается до Олега Цоя, чтобы узнать, что было в ту ночь на трассе, и водитель Мерседес рассказывает. Мужчина, который с ним был, в России довезти их. Я находился недалеко от концертного зала, он много раз ходил туда-сюда, потом поинтересовался у нас, как добраться отсюда. Мы постояли, он уехал, ну, постояли, почему? Потому что дорога была закрыта очень долго, у нас соревнования проходили три дня по Голобанкам, и основная трасса была закрыта. Я стоял вместе с ним, ну, и заодно, может быть, кого-то получится увезти. Было темно, мужчина сразу поднес мне чемодан и сумку, я открыл багажник, в это время сели девушки в машину. Вот после появляются в сети кадры допроса этого самого водителя, и они выложены в сети, вот мы можем видеть. В 2000 году я получил водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, находящимися в категории БЦ, и с того же года управлял различными автомобилями. За период управления этого же года управлял различными автомобилями, за период управления легковыми автомобилями с 2000 по 9 октября 2021 года я в дорожно-транспортных происшествиях не участвовал, так как в собственности моего друга, по-бум-бум-бум, мобильный телефон, по-бум-бум-бум, находился автомобиль марки Берседес, Бенз, С-500, государственный регистрационный знак, по-бум-бум, я в свою очередь являюсь его водителем. При этот период, когда там не нужен данный автомобиль, я занимался его разрешением, частным извозом на территории города Сочи. И дальше по тексту. Но видно, что кто-то уже взялся. То есть текст слишком выверен. Мы сейчас видели, как человек разговаривает в настоящей жизни, и те документы, которые опубликованы в сети. Вот в телеграм-канале Анны Шафран это все выложено, и там можно посмотреть, как все это выстроено. После данного дорожно-транспортного происшествия я самостоятельно покинул салон автомобиля марки Мерседес, Бенз, государственный регистрационный знак. Также из салона самостоятельно вышли две девушки, мужчины, которых я вез в аэропорт. При этом мне в настоящее время известна личность одной женщины. Ей оказалось Сабчак. Однако личность второй женщины и мужчины мне по настоящее время неизвестно, так как они после данного дорожно-транспортного происшествия примерно через 7 минут убыли в неизвестном направлении. В какой момент у меня закружилась голова, и я присел на корточке вблизи автомобиля Мерседес, Бенз, государственный регистрационный знак, где мне начали оказывать первую помощь иные участники дорожного движения. Далее. На место дорожно-транспортного происшествия приехали сотрудники полиции, скорая медицинская помощь. При этом, как мне в настоящее время известно, на месте дорожно-транспортного происшествия в автомобиле марки Volkswagen Polo, государственный регистрационный знак, скончался пассажир, которая сидела на переднем пассажирском сидении. Ей оказалось, и тут имена скрыты. В результате дорожно-транспортного происшествия я не пострадал. Из медицинской помощи не обращался. У автомобиля марки МАЗ и так далее, государственный регистрационный знак, была повреждена левая задняя часть кузова, а именно были разбиты задние стекла, заднее левое крыло и задний левый порог. У автомобиля Volkswagen Polo, дальше государственный регистрационный знак, был поврежден весь кузов автомобиля, а также отсоединились несущие агрегаты, а именно двигатели коробок передач данного автомобиля. В автомобиле марки Mercedes-Benz, государственный регистрационный знак, было повреждено переднее левое крыло, передний бампер и передний капот. Я считаю, что причиной дорожно-транспортного происшествия является то, что я не убедился в безопасности моего маневра, так как въехал на полосу встречного движения, чем создал опасность для других участников дорожного движения, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. Свою вину в нарушении правил дорожного движения Российской Федерации, в результате которых 9 октября 2021 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого скончалось, а также получили повреждение, я признаю, в содеянном раскаиваюсь, показания, данные мной добровольно, без оказания на меня какого-либо давления со стороны сотрудников правоохранительных органов, моего защитника и так далее. Но меня, конечно, впечатляет вот этот момент, который выделила, я так понимаю, это тоже подчеркнуто Анна Шафран. При этом мне в настоящее время известна личность одной из женщин, ей оказалось Собчак, так как они после дорожно-транспортного происшествия примерно через 7 минут убыли в неизвестном мне направлении. То есть 7 минут, и они уезжают. Все, их нет на месте. То есть скорая, насколько я помню, приехала через 15-20 минут. 15-20 минут, 7 минут, она уже пересаживается в другую машину и уезжает. То есть возникает, конечно, такой логичный вопрос у всех, а что она могла сделать? Ну я что, медик что ли? Я что там, юрист что ли? Как я могу помочь? Как я могу там из этого всего выбраться? Ну вот реакция нормального человека. Вот реакция нормального человека, который проезжал мимо и вышел помогать. Вольфсвагене Пола в избежание столкновения попытался взять влево и ударился еще в наш, ну в мою сторону, получается, прямо возле окна я сидел. После этого автобус остановился, я быстро криком сказал водителю о такой двери. Мы выпрыгнули, побежал я сразу напрямую по страдавшей машине к Вольфсвагену Полу, потому что Майбах был почти целый, можно сказать. И побежал, получается, к служебному, к Вольфсвагену Полу. Там парень-водитель лежал на полу, ну был в стрессе, но разговаривал, был жив. Я ему помощь не сделал, потому что я видел, что впереди какой-то пассажир, посмотрел, пульс тронул, она уже мертва. Увидел боковым зрением еще, что оказалось, что еще одна девушка есть сзади, пассажирка. Я побежал к ней, попытался открыть дверь, дверь была зажатая. Мы силой ее открыли, пульс тронул, она дышала. Дышала очень плохо, у нее были очень много повреждений на голове. И я первым делом взял ее за голову, в бок повернул, чтобы она не захлебнула своей кровью. У нее была губа порванная, нижняя, и челюсть была вся зажатая. Я пытался в течение 25 минут, 30, разжать челюсть. И все это время я был, сидя в машине, держал ее. После этого приехала скорая помощь, сделала свою работу. И после этого мы загрузили девушку на каталку и в служебный транспорт скорой помощи. Вик Николаевич, понимаю, что хочется разойтись всеми словами, которыми как есть все это назвать. Но мы, в отличие от них, люди приличные, поэтому попробуем как-то все это разобрать. Рома, мне сегодня приходилось очень со многими людьми говорить с адвокатами, с водителями, с журналистами, с врачами и так далее. Я сегодня сталкивался с людьми разных точек зрения. Одни говорили вот такие вещи. Ребята, отстаньте от Ксеньки. Она же действительно не за рулем сидела. Она тоже попала в стресс, ну что вы хотите, сердце колотилось. Она не соображала, кто она, что она, ну а что она могла сделать, она не врач. Она быстренько умоталась, потому что она самолет опаздывала. Это одна точка зрения. И вторая заключается точкой зрения в том, что я ее поддерживаю. Дорогие друзья, рядом умирали люди. Да, ты не врач. Ты не врач, ты даже не медсестра. Ты вообще просто человек, ты просто пассажирка. Может быть, от одного твоего движения, какого-то у парня, зависела жизнь людей, которые оказались с тобой в одном ЧП. Но Ксюха умотала. Видите, она спешила на самолет. Какая там жизнь, какая там женщина, какая там кровь. Ксюшка немножко перепугалась и умотала на самолет. Вот здесь, по-моему, дорогие друзья, и находится центр нутра, я бы сказал, этой женщины, которая пытается нас учить морали. Которая однажды даже вознамерилась совершенно бессовестным образом идти в президенты. Дорогие друзья, мы сегодня на выворотку увидели совесть Ксении Собчак. И какие бы на сегодня оправдания нам не говорилось, что она пассажирка, что она не нарушала и так далее, Ксения, рядом с тобой, в метрах от тебя, умирала мать прекрасной девчушки и жена прекрасного человека. Я бы хотел тебя спросить, ты там случайно сапожки свои за полтора миллиона рублей там кровью человеческой не забрыгла? Нет, Ксения? Ох, я тебя понимаю, я тебя понимаю. Надо было схватить такси и сказать, что ты Ксения, Собчак, и в хрен начать побыстрее в аэропорт. Ну что я могу сказать, Ром, по этому поводу? Мне теперь просто хочется плюнуть. После того, как я называю фамилию этой дамы. Все, теперь мы про Собчак знаем все. И она никогда нас не упередит, не убедит в таком благости своей высокой политической души. Ты гнилая, Ксюха, ты просто гнилая. И другого названия я тебе дать не могу. Я бы сейчас мог, конечно, разразиться лютым офицерским матом. Я этого делать не буду. Я сдержу себя. Мне просто будет теперь противно смотреть твою харю, даже если я видел ее по телевизору. Последнее, что она публиковала, это сообщение оправдания о том, что, говорит, по состоянию, оно тяжелое, у нее травма головы, легкие ведра, ей удалили селезенку, но, слава богу, жива в ближайшее время. Мы своим мужем решим вопрос с дальнейшим лечением, найдем врачей. По поводу фейков, причастности, даже просить не буду, знаю, бесполезно. И вот там длинные такие сообщения оправдания идут. И вот сегодня она публикует вот эти кадры, как раз скриншоты, с тех материалов, которые мы показывали. Это материалы допроса. Почти три часа вопросов, не имеющих вообще отношения к нему, о чем обычно спрашивают свидетели. И видео, снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают. С пострадавшими на связи. И вот тут возникает несколько вопросов, Виктор Николаевич. Ведь она же сейчас себя пытается выставить-то жертвой. То есть, что жертва не те, в кого врезали с их машинами, а что жертва она. Там же она говорила, люди из АПшечки на меня накинулись. Вот тут уже сотрудники меня где-то со двора снимают, что-то делают. И все это идет против меня. То есть, на меня давят. И все это под политическим каким-то видом. А как под политическим видом? Где-то вспомнить, где сейчас мама Ксения Анатольевна. Да. Ничего нового, дорогие друзья. Вспомните, как радовалась моська, которая попала под слона. Вот это тот случай. Это достаточно такой российский случай, когда человек способен ловить хайп даже на горе. Это чрезвычайно важный момент. Мы хотим понять то, что произошло. Мы должны понимать. Мы должны понимать это. Ксюшка продолжает хайповать. Из-за глупости своей. Не побоюсь сказать даже из-за тупости. Не понимая, в какую ситуацию она попала. Ты знаешь, Рома, у меня такое впечатление, что она даже счастлива. Ей страшно повезло. Это вот порода таких людей. Тут мы там о чем-то там постороннем говорили, по мелкоте. Там она мелькает в своих новых одеяниях на экране. А тут такой роскошный спор. Ну, знаешь, ну, просто Всевышний подкинул Рома этой бабеночке. Вот такой случай, что она попала вот в такую катастрофу. Дорогие друзья, здесь сегодня очень тяжело проводить грань между тонкостями Собчак как свидетеля катастрофы. А то у нас все время ЧП, ЧП называют. Какое ЧП? Люди погибли. Какое ЧП? ЧП – это когда вам мороженое на голову бросит с восьмого этажа. А тут люди погибли. Это катастрофа. И вот в этой ситуации и как раз проверяется моральная высота любого человека, который оказался в центре вот этой страшной трагедии. И теперь уже никакие высокие слова, никакая политическая брехня, она не поможет Ксении отмыться. Я бы хотел сказать, Ксения, ты бы вообще закрыла рот и смиренно отвечала на правильные вопросы следователей. Но для тебя не будет страшный суд там, где будут судить Цоя, водители других. Для тебя самый страшный суд, Ксения, будет среди российского народа, Которого ты никогда не одурачишь своими дешевыми ужимками и с жаждой поймать хайп даже на крови погибших людей. Это отвратительно. Я еле сдерживаю от себя, чтобы не сказать здесь парочку соленых офицерских слов. Виктор Ильич, без соленых офицерских слов мы же тут чисто интеллигентно все разбираем, не вдаваясь в такие крайности. Да, да. Я твои руки учитываю, Рома. Понимаю эту тонкую грань, Виктор Николаевич. А ведь, наверное, она пыталась все скрыть. Ведь, наверное, она же сразу не сказала о том, что с ней это случилось. Она же вот на каждом этапе пытается прохайпиться. То есть вот когда она приехала в Среднеуральский женский монастырь к тому самому там опальному схимнику, когда там где-то ее монашка толкнула, она задницей рухнулась на клумбу. Все, да там же вой стоял какой. Что там творилось? А здесь, когда случается ДТП, она пытается как-то скрыться. Как думаете, в эту ночь кому-то поступали там наверх звонки, пытались где-то что-то решить? Ром, ну эта курица принадлежит такому сословию, которое, в общем-то, имеет доступ к очень высокие инстанции. И тут нам надо не вилять фастом и говорить честно, потому что и некоторые губернаторы, и министры областные, краевые побавят сообщения с этой девкой. Ну, все же приказы знают, что она чуть ли не ногой открывает дверь в Кремль, да? Что у нее там мама представляет ту, которую не может найти на карту в Сенате, да? Ром, девочка вообще себя вела как на собственной кухне. Понимаешь, тут уже никакие моральные соображения идти. Мы о таких высоких материях сейчас говорим по имени совесть, гуманность. О том, что рядом, брызгая кровью, лежит умирающий человек. Да ты, падла, ну хотя бы подойди к этому хлопцу, который разжал зубы и помогал не умереть этой женщине. Ты же, падла, раком должна стоять до последнего момента, когда врач... Я все прекрасно понимаю, но не будем вот до такого. Да, извините, ну ладно, ладно, в позе должна быть, на четверенькой должна стоять до того момента, пока не прибудет врач, пока не скажет спасибо, мы все выполнили и так далее. Ну, я беру свои слова назад, но, дорогие друзья, я что, не имею эмоций? Я имею эмоции, но иногда я не сдерживаю их. Ну, дорогие друзья, я мог бы вам сейчас говорить такие круглые, как яичко отполированные слова, но сердце не сдерживается. Сердце не сдерживается еще раз от того, что мы очень долгое время подозревали гнилую душу этого человека. И вот так сложилась ситуация, что эта вся гниль, она выплеснулась на трагический асфальт, где-то там по Краснодару, да, и на этом дымке от машины, когда трупы лежали на дороге, а она умотала в аэропорт, оставив позади себя и бездыханных людей, и тех, кто мог еще выжить. Выжить. Ксюха, ты могла многое сделать, и самолет бы твой улетел, и совесть бы твоя была чиста, если бы ты стояла на карачках перед умирающей женщиной, у которых осталась такая прекрасная девчушка. И мужик, я тебе пожимаю руку, муж, хорошо ты держишься, хорошо, я в случае пожму тебе руку. Артем, прими мои соболезнования. Да, мы выражаем соболезнования, потому что это великая трагедия для семей, то есть мы можем это так обсуждать, смотреть там с разных сторон, но люди вот это все переживают, они не виноваты, что они во все в этом, в это влипли, там, звонки журналистов. Люди-то к вниманию не привыкли, жили себе тихо, спокойно, а тут атакуют со всех сторон, что-то происходит, тут какая-то громкая фамилия, что сейчас важнее всего, что не стало женщиной, и как девочка будет с этим справляться, дочь ее, и как семьи все это переживут, это, конечно, великая трагедия. Продолжение следует...